Отечественные чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Участники Совета муниципальных образований с этим полностью согласны региональному министерству имущества, отмечает губернатор уже поручено составить реестр транспорта руководителей, а также проследить, чтобы перемены транспорта не отразились на бюджете. Не случается, что мы будем выносить на аукцион на продажу автомобилей. Желательно, чтобы сделать так, чтобы мы выиграли. Мы имеем в виду потом в финансовом балансе. И на эти деньги покупать или лесту, или икс-рэй. Еще одно предложение, прозвучавшее на Совете. Проекты общественности должны получать поддержку из регионального бюджета. Губернатор Николай Меркушкин отмечает, очень важна работа с людьми и инициативы самих жителей. Поддерживать необходимо промышленные предприятия и сельхозпроизводители, развивать животноводческие хозяйства и фермы в районах. Наша задача – максимально создать условия, максимально помогать всем тем, кто создает дополнительный продукт, который даст дополнительные в итоге доходы. Что касается горожан, здесь надо создавать условия и поддерживать инициативных людей прежде всего. Сельскохозяйственные ярмарки в Самаре должны стать регулярными, считает глава региона. Проходить каждые выходные или хотя бы дважды в месяц. Это и поддержка местных производителей, и кошельков горожан. На таких ярмарках цены на 15-20% ниже, чем в магазинах и на рынках. Первые результаты грамотного подхода к организации местного самоуправления – система, созданная в Самаре, где районные власти стали самостоятельными, а главное – ближе к людям. Награды от губернатора получили сотрудники администрации Самары. Почетный знак за труд во благо земли Самарской Николай Меркушкин вручил первому заместителю главы города Владимиру Василенко и главе администрации Кировского района Игорю Рудакову. Благодарность от губернатора получил Андрей Тетеревенков, руководитель департамента организации процессов управления администрации Самары. Марина Кравцова, Константин Головин. События.